На днях в России стартовал первый этап тестирования цифрового рубля. Кошельки открыли 600 человек. Пока они могут только пересылать друг другу третью форму валюты и оплачивать покупки в 30 торговых точках. Допущенные к начальной студии эксперименты 13 банков готовятся захватить рынок, а те, кто опоздает, ждет потери клиентской базы. О том, как цифровые рубли начали хождение в Казани и на что они способны, прокомментировал эксперт Казанского федерального университета. Цифровой рубль, в отличие от традиционных безналичных рублей, может использоваться исключительно для расчетов, то есть для оплаты товаров и услуг, но не может использоваться для финансовых операций. То есть в цифровом рубле невозможно получать и предоставлять кредиты, размещать цифровые рубли на депозитах. По словам Игоря Коха, гражданам не стоит беспокоиться о безопасности своих финансов, так как сам цифровой рубль для пользователя намного надежнее обычного рубля. Но возникает другой вопрос. Есть ли вероятность киберхакерских атак? Что касается киберзащищенности, защищенности от цифровых атак, то, безусловно, хакерские атаки возможны на любые платформы. Но думаю, что цифровая платформа Центрального банка защищена от взлома никак не меньше, чем цифровые ресурсы того или иного коммерческого банка. Важно заметить, что цифровой рубль невозможно продать или купить, так как это не является финансовым инструментом. Как заявляет эксперт КФУ, цифровой рубль – это всего лишь третья форма рубля. Именно по этой причине его можно получить только за безналичный капитал. То есть перевести денежные средства с банковского счета в форму цифрового рубля. И при необходимости наоборот.